Фестиваль закалки и плавания в ледяной воде Рязанский клуб моржей Эврика проводит уже второй год подряд. На этот раз конкурсов было больше, людей, желающих испытать себя тоже, причем в основном это были дети и подростки. Понятно, что сходу, без подготовки зайти в ледяную воду сможет не каждый. Поэтому все участники в обязательном порядке вначале грелись в теплушке под названием «Кедр». Открывать праздник закаливания выпало самым юным моржиком из детского сада номер 118. Даже смотреть на этих маленьких халков было очень холодно. Поехали! Первый пошел! Боже мой, где родители? Аккуратно! Аккуратно! Каждый день в 8 утра у нас проходят зарядки на улице. Каждый день они обливаются. Поэтому отработана методика, отработаны техники разные. Воспитатели владеют этим, не боятся. Работу с родителями, родители не боятся. Сегодня родители сами привезли своих детей. Когда дети ведут себя по-взрослому, самим взрослым отставать как-то не очень. В командном заплыве ли убители поплавать в ледяной воде разделились на яичницу и сало. Как и подобает утреннему рецепту, пришли вровень. Хотя в одной из команд был чемпион России и действующий рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. Говорит, для победы просто дистанции не хватило. Единственная разница только в старт по-другому делаться. В ледяной воде снизу делаться. И повороты делать нельзя плыть под водой. То есть там только 7 метров, 7,5 можно под водой плыть. А там, в принципе, по технике прохождения все очень-очень похоже. Все то же самое. Единственное, руки, конечно, коченеют. Ну, это где-то секунд через 30 проходит, и уже чувствуешь себя, как в обычной воде плывешь и делаешь самоработу. За разогрев зрителей на фестивале отвечали певицы-аниматоры. Самые нетерпеливые из участников присоединялись удаленно, устроив возле теплушки импровизированный танцпол. Совершенно не боясь простыть. А все потому, что опытные и закаленные. Во-первых, заболевание уменьшается. Вот по нашей статистике уменьшилось в прошлом году на 30%. Мы с родителями общаемся, спрашиваем, узнаем. Вот, тенденция именно к профилактике сезонных вирусных и простудных заболеваний очень эффективная. И те детки, которые болеют, все-таки, ну, так же, как и взрослые закаленные люди тоже все-таки болеют, да, общаясь в социальной среде, заболевания проходят легче и быстрее. В программе фестиваля «Энергия холода» значились и марафонские дистанции, и эстафеты, и даже водное поло, которое ограничили пятью минутами, чтобы совсем не замерзнуть. Вот так вот.